Сегодня одна девушка подошла ко мне и спросила меня, вот вы дали совет мне молиться за своего отца, который ушел на низший планет, ушел в ад. Но я не могу понять одну вещь. Если он совершил какие-то плохие поступки, и ему надо отрабатывать эти поступки, а я за него помолюсь, он их не отработает. Не будет ли это похоже на то, что он получает что-то легкое в жизни, незаслужимое? Не станет ли это причиной его деградации дальнейшей? Как, допустим, если взять маленькому ребенку, дать большие деньги? И это станет причиной его деградации. То есть он потратит эти деньги, потом захочет еще, и дальше он будет думать, что ему всегда все должны давать деньги. У него психика начнет работать неправильно. То есть вопрос был задан такой. Является ли правильным, что мы что-то даем человеку, который должен получить наказание? И этот вопрос очень хороший, потому что ответ на него даст возможность понимать в целом, зачем человек живет, понятие получит человек, зачем он живет. Потому что у нас внутри есть одна проблема. Она заключается в том, что мы не знаем, не знаем, что такое милость. Милость. И зачем она вообще нужна? Мы знаем, что есть наказание за поступки. Некоторые думают, что вообще никаких наказаний нет, что хочет, что и делает. Но и те, и другие, которые знают, что есть наказание, и которые не знают этого, они все равно находятся в сфере своих возможностей. Они живут в той сфере, в которой безнадега. Приведу пример. Я увидел одного человека в Индии, который очень тяжело трудится. Ну представьте, там есть люди, которые на кирпичи таскают на голове и получают год скуриса за это. Целый день вот так работают. Я спросил, ну зачем вам нужна такая жизнь? Я говорю, смотрите, вот в индийских храмах люди приходят там служить Богу. И они сразу же получают горы, пищи себе. Они хорошо кушают там. Они получают нормальную жизнь. Зачем вот ты? И они не пашут так много. Они просто там проповедуют, там службы организовывают. Ну живут попроще. Ну в смысле поспокойнее гораздо. И кушают в тысячу раз лучше. Ну вот зачем тебе нужна эта работа? Идти в храм и там занимайся служением. И человек не поверил мне. Он не поверил, что он там кому-то нужен будет в этом храме. Что его кто-то примет. Он говорит, я безграмотный, кому я там нужен? Там, я говорю, некоторые просто сидят и раздают освященную пищу. Вообще больше ничего не делают. Что там, какая там нужна квалификация? Человек не поверил мне. Тогда я сказал, ну есть другой вариант. Можно просто взять и поучиться. Взять просто, выучить грамоту, поучиться. Может быть жить в проколы, но поучиться, выучить грамоту. А потом, когда выучишь грамоту, выучиться какой-то нормальной специальности. И работать там. И человек опять мне не поверил. Он говорит, я всю жизнь у меня как бы родители так работали, я так работаю. Я не знаю больше никакого труда. Я не знаю грамоты, я не верю, что я могу ее выучить. О чем мы с ним говорили, с этим человеком, как вы думаете? А? Нет. Нет. Мы, да, да, о возможностях. Мы с ним говорили об одной вещи. Я ему говорил, есть милость, я ее тебе сейчас даю. Милость всегда приходит в виде знания. Все, только в виде знания. Я говорю, есть милость, я тебе ее сейчас даю. А он говорит, нет никакой милости, надо работать. Видите? Два типа мышлений есть. Одни люди живут своей судьбой и скованы своей жизнью очень сильно. Особенно часто это женщин касаются одиноких. Они думают, ну где найти человека? Вообще невозможно. Как найти себе близкого человека? Это же невозможно. Итак, посмотрите, мы разобрали тему милости. Вот я сейчас дал совет. Совет это деятельность в сфере милости. Также молиться за Отца, который пошел на низший планет. Это деятельность в сфере милости. Милость является более важной основой для жизни, чем просто труд над собой. Или исправление себя. Вот допустим, человек стоит в углу. Как ему надо думать, что я больше никогда так не буду делать? Или я хочу подчинить себя тому, что произошло? Потому что какая мысль важнее? Первое. То есть я не должен никогда так делать. Смириться. Он научился бы. Ну, смириться надо же, не мундовать уж. Смириться. Нет, он научился своя жизнь. Смириться и просто стоять к углу до конца жизни, да? Нет. А как? Не мундовать тебе, нету жизни, против справедливости или несправедливости. Против кого? Против того, кто поставил в угол. Вот смотрите. Против того, кто поставил в угол. Вот вы пытаетесь понять, что есть два направления мышления. Одно направление – это труд. Я должен стать хорошим. Я буду трудиться хорошо. И тогда мне никогда не будут ставить в угол. Это независимое мышление. Видите, этот человек, он хочет быть сам по себе. И поэтому ему выход один – это труд. Но более высокое понимание жизни – это милость. Человек должен сказать тому человеку, который поставил в угол, «Я хочу служить тебе, и поэтому я буду делать так, как ты скажешь». И честно стоит в углу с любовью, относясь к тому, кто его поставил в угол. И когда человек таким образом делает, то у того, кто его поставил в угол, пропадает всякое желание ставить его в угол дальше. Он подходит к нему и говорит, «Ну, понимаешь, я тебя поставил в угол, потому что ты вот работаешь неправильно». И вот тот говорит, а как я должен работать? Человек неправильно работает, потому что у него такая судьба. Он не знает, как правильно. У него в сердце нет этого знания, чувства. Человек лениво ведется на работе не потому, что он плохой, а потому что у него такое чувство, что так надо работать. Но как изменить свою работу? Для этого надо получить милость. Другое чувство. Потому что другой человек может обладать большим знанием, как правильно работать. Это знание — это милость. Это сила, которая облегчает жизнь. И этот человек спрашивает, а как я должен работать? Скажи мне, как я должен работать. И я так буду работать. Это направленность жизни более разумная. И тогда тот скажет, работай вот так вот. И этот человек получит силу в результате. Он не просто будет знать, как надо работать. Он получит силу, потому что он слушает с верой. Он предался личности. Он слушает с верой. И начинает работать так, как тот сказал, потому что у него не только есть знание, как работать, а также полномочия, сила внутри. Сила передается через человека, который говорит. Направленность жизни должна быть на милость. Она не должна быть на возможность справиться с ситуацией. Многие люди живут для того, чтобы я должен победить свою судьбу. Я должен зарабатывать столько денег, чтобы мне было легче жить. То есть это направленность на труд, на отработку кармы. Бесконечные страдания ждут такого человека. Он будет мучиться и мучиться и носить свои кирпичи на голове всю жизнь. Никаких шансов, никакого выхода нет, потому что он живет не для того, для чего человеческое тело предназначено. Человек должен жить только для милости. Он должен жить только для того, чтобы перенять у кого-то правильное понимание вещей. Для этого нужно верить. Без веры нет перенятия. Если человек перенимает, он сразу же становится другим. Приведу пример. Было много босиков в России. Много босиков. Но служить Петру Первому смог только один. И он ничего не знал. У него не было ни грамоты, ничего. Он был просто босяк. Вот просто пацан на улице. Но так как он начал дружить с Петром Первым, он потом стал его генералом, его армии. И очень образованным человеком в будущем. Когда он вырос. Он все это возможности получил только по милости того человека, с которым он строил близкие отношения. И этот босяк, он верил бесконечно своему другу. Бесконечно верил. И поэтому тот ему дал такие огромные полномочия. Потому что все остальные, кто его окружали, такой верой к нему не обладали. Видите, самая главная квалификация человека – это поверить в старшего. И дальше все полномочия переходят.